Начинаем запись 12 лекцию «Энергия ильтрамагнитного поля. Образовательная программа. Специальность магистратуры геофизических методов поиска и разведки МПИ и месторождений по ископаемых». Закон Джоуль-Альянса для переменных электромагнитных полей. Рассмотрим этот закон для случая постоянных электрических токов. Подойдем к этому вопросу с более общей позиции, которая охватывает также переменные электромагнитные поля. В пространстве, в котором существуют электромагнитные поля, на точный заряд Q, движущийся со скоростью V, будет действовать в силах. F равно Q, умноженное на E, плюс Q, умноженное векторное произведение V, вектор V на B, где E напряжен с электрического поля. V – скорость движения заряда. B – вектор магнитной индукции. Очевидно, для векторного дифференциала пути D, дифференциал выполненной работы DA будет равен. ДА равно, это скалярное произведение двух векторов. Вектора F, вектор F сили, умноженное на D, элемент D. Или Q будет равен Q, умноженное на D, это E на D. Из работы, видно, что работа в электромагнитном поле выполняется исключительно за счет кулоновых сил. Силы Лоренца со стороны магнитного поля работы не выполняет, поскольку вектора скорости V и DL совпадают по направлению. А значит, векторное произведение V на B вектор магнитной индукции и скалярное умноженное на DL будет равно нулю. Потому что в произведении двух кулинарных векторов векторное произведение равно нулю. Таким образом, работа выполняемая за единицу времени – это мощность P, это является мощностью P. Она будет равна P равно DA, частная производная DA по DT, где отсюда разложить, если A разложить, тогда Q умноженное на скалярное произведение двух векторов E и DL, что было перед этим, деленное на DT. То есть частная производная по DT мы расписали сейчас. Далее, или же другим образом, вот мы записали Q умноженное на E скалярно и на вектор скорости. Рассмотрим перемещение элементарного объема в ΔV, заряд объемной плотности ρ, который движется в электромагнитном поле со скоростью V. Суммарный заряд, находящийся в элементарном объеме, равен ρ умноженное на dV. То есть ρ – это плотность заряда, на dV – это элемент объема. Тогда мощность ΔP с учетом предыдущего выравнения можно выразить так, что ΔP будет равна ρ, скалярное произведение вектор скорости умноженное на вектор напряженности и умноженное все это на dV. Или же скалярное произведение вектора I, и здесь вводится понятие плотности тока. Это произведение заменено в произведение ρ на V – это плотность будет тока. Определим объемную плотность мощности P – энергию, выделяемую за единицу времени. В единице объема среды. То есть это будет единица объемная плотность P – объемная плотность. Будет равно предел отношения ΔP к ΔV при ΔV стремится к нулю. Дельта – это превращение мощности, ΔV – превращение изменения объема. Изменение объема сводится в точку. Или же это будет равно I – плотность, плотность, вектор плотности тока умножен на E, или же скалярное произведение, или же γ на E в квадрат. Объемная плотность мощности P измеряется в ватт на кубический метр. Учитывая обобщенный закон Ома в дифференциальной форме, I – плотность тока будет равна γ. Это γ – это проводимость умноженная на E напряженность плюс E сторонняя, где I – плотность тока проводимости. Тогда мы получим следующее выражение. Объемная плотность P будет равна I, умноженная скалярно на сумму двух векторов вектора напряженности и вектора напряженности за счет сторонних сил. Но сторонние силы, это связанные могут, вполне возможно, связанные с какими-то другими физико-химическими процессами, происходящими в горном породе создающими электромагнитное поле. Или же, если открыть скобку, тогда мы получим, что γ – E квадрат плюс произведение двух векторов плотности тока и E сторонних. Или же E квадрат – это мы получим тогда E на γ, где E квадрат – это величина плотности тока. Уравнение последнее определяет удельную мощность электромагнитного поля, мощность которой расходуется на нагрев единицы объема среды. Удельная мощность – это джоулевых потерь. Чтобы определить мощность потерь P в некотором объеме, необходимо выполнить интегрирование объемной плотности по мощности P по всему объему. Тогда P будет равно интеграл по объему от объемной плотности мощности на dV или равно интеграл по объему. Снова расписываем P через выражение предыдущие – 2,4a. Ну, в конце мы имеем, что интеграл по объему – единица на γ и квадрат на dV. Гамма – это, еще раз говорю, проводимость среды. Из полученных результатов нетрудно сделать вывод. Вывод об их полном соответствии закону Джоуля Ленца, рассмотренному перед этим в связи с исследованиями тепловых потерь на постоянном токе. То есть так же, как на постоянном токе, на переменном токе законы все одинаковые. Уравнение энергетического баланса. Обратимся к первому двуму уравнения Максвелла. Первое уравнение – вихрь магнитного поля определяется токами проводимости и токами смещения. Здесь токи проводимости – это 4π на c умноженное на i. А токи смещения, то есть 4π, c умножается d по dt, d 4π. d – это индукция, электрическая индукция. То есть токи смещения – это i с вектором, токи смещения плюс кроссвектор, который образуется за счет скорости изменения вектора электрической индукции. Или же 4π, или же тогда второго уравнения – это ротор вектора электрического поля определяется своим изменением вихрем вектора магнитного поля, вектора индукции магнитного поля. То есть 4π, c – это множитель, который определяет размерность перехода из одной системы в другую. Это размерность в системе c. И это будет 4… это будет db по dt на 4π. d по скалярному умножению первого уравнения на e, а второго – на h. То есть вот такое сделано умножение. То есть скалярно умножим, да? Первое уравнение – e на ротор h. Равно 4π, c, и правую часть умножаем последовательно. И умножаем на e – это токи смещения, токи проводимости, плюс e, d, d по dt на 4π – это токи смещения. А второе уравнение умножаем на h. h – вектор напряженности магнитного поля, умножаем скалярно на ротор, вектор ротора. Это будет равно 4π, c и умножение в скобках h умножено на db по dt – 4π. То есть справа слева в первом уравнении вошло e, а во втором уравнении справа слева вошло h. e – напряженность электрического поля, h – напряженность магнитного поля. Магнитного поля. Вычтем обе части второго уравнения из соответствующих частей первого уравнения. При нём во внимание известное тождество – дивергенция векторного определения а умножено на b равно b на ротор вектор а минус а умножено на ротор вектор а б. Приходим к следующему соотношению. Минус c на 4π. Ещё раз говорю, что это множитель, который определяет систему смирения. На дивергенции. Здесь под знаком дивергенции стоит векторное произведение двух векторов – вектора e и вектора h. Это будет равно скалярное произведение вектора плотности тока и на умноженное на вектор напряженности электрического поля. Плюс скалярное произведение e умноженное на dd по dt, делённое на 4π. Плюс h умноженное на db по dt, делённое на 4π. Первое слагаемое в правой части равенства, то есть вот эта часть, можно трактовать на основе как объёмную плотность мощности, удельную мощность джоулевых потерь. С учётом этого обстоятельства сумму двух других слагаемых можно интерпретировать как объёмную плотность запаса мощности электромагнитного поля dv по dt, где dv – объёмная плотность запаса энергии электромагнитного поля. Запасы отдельной мощности. То есть можно записать в это выражение в виде dv по dt, где dv по dt равно. Формулу последнюю используем для нахождения запаса удельной энергии поля. Предполагаем, что диэлектрическая и магнитная потенциаемость соответственно ε и μ – величины постоянные, независимые от времени, а также учитывая уравнение материальных связей. То есть это вектор магнитной электрической индукции d равно ε на e и b равно μ на h. Мы говорили, что ε и μ – это характеристики среды диэлектрической проницаемости и магнитной проницаемости. В однородной среде мы имеем следующее выражение. Так вот, необходимо здесь обратить внимание, что мы заранее наложили, что диэлектрическая и магнитная проницаемости и величины постоянные, независимые от времени. Дело в том, что, как показывают последние измерения, она раньше существовала, что электрическая проницаемость имеет составляющую реактивную и активную составляющую. И то же самое, как магнитная проницаемость имеет активную и реактивную составляющую, которая определяется самой средой, физическим и характеристикой самой среды и имеет временной характер. Но это условие наложили, а значит тогда выражения, которые ниже записаны, они будут иметь силу тогда. То есть я запишу, что Е ДД по ДТ, ДТ на 4П, это будет равно Д по ДТ Е умноженное на Д скалярное произведение деленное на 4П. То есть вот такая ситуация. То же самое для H. H ДБ по ДТ будет равно Д по ДТ H умноженное на Б скалярное произведение вектор H на вектор магнитной индукции на 4П. Ну как бы первые два уравнения, первые эти уравнения, они, в общем-то говоря, характеризуют скорость изменения электромагнитного поля и удельную энергию электромагнитного поля в системе СГС. Система СГС, это W будет равно, что Эпсилон на Е квадрат плюс 4П, деленное на 4, на 8П. Но 8П можно вынести полностью, и тогда будет Эпсилон на Е квадрат плюс Мю на H квадрат будет равно скалярное произведение двух векторов Е на Д плюс скалярное произведение вектора H на Б. Аналогичное рассуждение, выполненное в системе С, позволяет выразить удельную энергию электромагнитного поля в данной системе в конечном виде. W единица равна единица на 2, 1 вторая, Эпсилон на Эпсилон нулевое, Е квадрат, плюс 1 вторая, Мю на Мю нулевое, H квадрат. Или равно 1 вторая, скалярное произведение двух векторов Е и вектора D, плюс 1 вторая, скалярное произведение векторов H на B. Ну, надо сказать, что Эпсилон на Эпсилон нулевое – это, в общем-то, абсолютная диэлектрическая проницаемость среды. А Мю на Мю нулевое – это магнитная, абсолютная магнитная проницаемость среды. Как видно из последнего уравнения, удельная энергия, объемная плодность энергии электромагнитного поля состоит из суммы удельных энергий электрической, W электрической и W магнитной с индексами Е и М. А полная величина будет раздана скалярная, тогда полная энергия будет равна скорости удельной энергии электрической плюс магнитной. В различных системах удельные энергии этих полей выражаются в системе СГС. Вот они, в системе СГС, значит, вот они, электрическая энергия Е, скалярная умножается на В, деленное на 8Пи. Почему? 8, там было 4Пи, но откуда 8 стало? Там одна двойка в знаменателе появилась, а 2 умножить на 4Пи – 8. И то же самое для магнитной энергии, то есть это H умноженное на В, деленное на 8Пи. Если рассматривать в системе С, тогда вместо ε поставят абсолютное значение. Тогда получается, что ε превращается Е на ε, ε0, где ε – это относительная проницаемость. ε0 – это проницаемость вакуума. Тогда получается, что выражение в системе СЕ умножено на D, деленное на 2. То есть верхние векторы умножаются скалярно друг на друга. Теперь для магнитной составляющей здесь то же самое – скалярное произведение двух векторов – вектор напряженности и вектор магнитной индукции, тоже деленное на 2. Обращаю внимание на левую часть соотношения. Ее можно записать в виде такого выражения. Единица С, деленное на 4Пи – дивергенция векторного произведения Е умножена на H. Или же это расписать можно. Это минус дивергенция С на 4Пи, Е умноженное на H векторно. Или дивергенция F. То есть мы получили F. Вектор F, фигурирующий в формуле последней, называется вектором умного пойкинга. F будет равно С на 4Пи, вектор на вектор Е умножается вектором на вектор H. То есть вектор напряженности магнитного поля умножается на вектор напряженности электрического поля. В системе С этот вектор умного пойкинга записывается в виде следующего выражения. F равно векторное произведение вектора электрического поля на вектор магнитного поля. Ф. 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 Дает основание утверждать, что вектор умного пойкинга F выражает собой вектор плотности мощности электромагнитного поля, если сравнить с вектором плотности тока. Его величина, модуль, соответствует количеству энергии, которая в виде потока поступает в единицу времени на единицу поверхности. Ф будет равно пределу отношения вращения мощности к ДС, при С стремится к нулю. Н – единичный вектор в направлении распространения энергии. Дельта С – площадь ориентирована в ортогональном направлении распространения энергии. Дельта П – мощность, количество энергии в единицу времени, проходящая через эту площадку. Такая интерпретация вектора умного пойкинга отвечает современным физическим представлениям. Вернемся к уравнению предыдущему уравнению. Учитывая проведенное рассуждение, его можно записать в виде Дивергенция – минус дивергенция вектора умного пойкинга F равно П – удельная мощность плюс ДВ по ДТ. Дабл В – это плюс П – Дабл В электрическое. ДТ плюс Дабл В по ДТ. Это удельная мощность электрического и магнитного полей. То есть уравнение баланса энергии в дифференциальном форме, которое в полном аналитическом виде записывается в следующем виде. Система СГС – это минус дивергенция E на H. Это векторное произведение. Оно равно будет единице на гамма на И квадрат. А что такое гамма? Гамма – это удельный текст сопротивления и это плотность тока. Плюс ДД по ДТ – сумма скалярных произведений E на D плюс H на B. Где E – вектор напряженности электрического поля, D – вектор электрической индукции. Б – вектор напряженности магнитного поля умножен на вектор магнитной индукции. А в системе С это выражение несколько упростится в написании. Ну, как бы переисчезнет 4П. То есть единица на гамма – это И квадрат. Остается от Джоуля потери плюс потери, которые связаны с магнитно-эльпийского поля. То есть скалярные произведения ДД по ДТ. ДД по ДТ – E на D умноженное плюс H на B. Соответственно, напряженность электрического магнитного поля. Удельное уравнение энергетического баланса дифференциальной формы отражает локальное сохранение энергии. Сохранение энергии в точке. Судя его такова, энергия поступающая в данную точку пространства за единицу времени, расходуется на нагрев среды в точке Джоуля потери и накопление энергии в этой точке. Интегральный аналог уравнений энергетического баланса показывает сохранение энергии в объеме В пространства, где существует электромагнитное поле. мы можем получить путем интегрирования всех составляющих уравнений предыдущего уравнения по объему В, В ограниченному поверхностью С. При этом в левой части равенства объемный интеграл преобразуем в поверхность с помощью теоремы Гаусса-Строградского. В результате интегральный аналог уравнений энергетического баланса в общей форме имеет следующий вид. Вот здесь интеграл по поверхности минус интеграл по поверхности С ФН на ДС равно. То есть мы можем расписать ФН на вектору В, расписать следующее выражение. Я в средину не буду засчитывать. Вот конечное выражение. Это объемный интеграл по объему П удельная мощность на ДВ плюс ДД по ДТ и сумма удельных мощностей электрического магнитного поля на ДВ. В полном аналитическом виде это уравнение записывается. То есть это в системе СГС единица на 4П интеграл по замкнутому объему, по замкнутой поверхности С. Здесь векторное произведение вектора магнитного поля и вектора электрического поля. Будет равно это гамма. Интеграл по объему произведения гамма е квадрат. Гамма проводимость. На ДВ плюс ДДТ интеграл по объему Эпсилон е квадрат на 4П плюс мю на h квадрат на 4П по ДВ по объему. В системе СИ интегральный закон уравнения энергетического баланса имеет вот такой вид. То есть интеграл по замкнутой поверхности слева это скалярное векторное произведение Е и вектора Е и вектора Н на ДС равно интеграл по объему произведение гамма на Е квадрат ДВ плюс Д по ДТ интеграл по объему Эпсилон на Эпсилон нулевое Е квадрат деленное на 2Плюс Мю на Мю нулевое H квадрат деленное на 2П на ДВ. Левая часть уравнения является мощностью то есть энергией, которая в единицу времени в виде потока вектора умового поединка доставляется внутрь объема. А правая часть уравнения это энергия, выделяющая в единицу времени в виде тепла джоуля потери Плюс энергия, которая в единицу времени накапливается в объеме В. Отметим, что при приведенном уравнении энергетического баланса как в дизернациальной форме так и в интегральной форме получено предположение, что среда однородная изотропная в ней нет посторонних сил и нет отражений волны ильтрамагнитной волны о поверхности С. Объясним наличие знака минус в левой части уравнения энергетического баланса. Дело в том, что в связи с направленностью нормальной поверхности С во внешнем объеме к внешнему объему ВН объекты наоборот направлены внутренне. Нормальная составляющая этого вектора ФН меньше нуля. Следовательно, левая часть уравнения энергетического баланса должна быть отрицательной. За счет наличия знака минус правая часть уравнения энергетического баланса становится величиной положительной. То есть это учитывается для того, чтобы учесть уравнение энергетического баланса. Электромагнитного поля является превращение неэлектромагнитной природы в энергию поля. В этом смысле источниками поля являются сторонние силы, используя обобщенную закономную дифференциальную форму и равно плотность и равно гамма. е плюс е сторонние для вектора напряженности электрического поля запишем, что е будет равно гамма единица на гамма на и единица на гамма на и минус е сторонние. Тогда результат скалярного умножения первого уравнения на вектор е мы получим следующее выражение. то есть вектор е умножения скалярного на вектор ротора магнитного поля будет равен единица на с в скобках в скобках единица на гамма на и квадрат плюс скалярное произведение вектора плотности тока и на е сторонние вот вектор плюс скалярное произведение вектора е на скорость умножить на скорость изменения вектора магнитной индукции d по dt в результате дальнейших преобразований аналогичных ранее используемых получим уровень энергетического баланса уровень баланса энергии поля при наличии сторонних сил запишется в следующей дифференциальной форме вот в системе SGS мы запишем и плотность тока плюс е сторонние выразится следующим образом что это будет и и квадрат деленное на гамма плюс d по dt и здесь сумма скалярных произведений е на d и h на b то есть вектором деленное на 4p плюс дивергенция на 4p вектор от векторного произведения от нового вектора от вектора e умноженное на h в системе C то же самое скалярное произведение плотности тока на и стороне будет равно будет равно единица на гамма умноженное на и квадрат плюс d по dt и снова сумма скалярных произведений векторов электрического поля индукции вектора магнитного поля магнитной индукции деленное на 2 и плюс дивергенция скалярного векторного произведения вектора e и вектора h общая формула записи появится следующим образом когда мы введем обозначение что p сторонняя удельная мощность сторонних сил p маленькая p малое стороннее синтезу стороннее оно будет равно p плюс dv по dt плюс дивергенция дивергенция f дивергенция f интегральная форма уравнения энергетического баланса при наличии сторонних сил будет иметь следующий вид системе SGS будет равно интеграл по объему i умножим на e стороннее на dv равно интеграл по объему i квадрат деленное на гамма плюс d по dt интеграл по объему e это сумма скалярное произведение вектор олимпической индукции на вектор вектора вектора магнитного поля на вектор магнитного индукции магнитного поля делаем на 4p плюс интеграл по замкнутому контуру c на 4p это переводной коэффициент скалярное векторное произведение e на h на ds в системе c ну в общем то здесь такая ситуация что вот это выражение которое слева интеграл по объему i умноженное на e скалярно между собой и dm будет равно здесь интеграл по объему и гамма и на гамма умножна и квадрат плотность тока на dm плюс d по dt интеграл по объему снова скалярное произведение вектора электрического поля на индукцию электрического индукции плюс скалярное произведение вектора магнитного поля на магнитной индукции делаем суммируется и на 2 плюс интеграл по замкнутому контуру от векторного произведения вектора Е вектора H на ДС. Или в общей форме записывается следующим образом. P, сторонняя, P, суммарная мощность будет равна, суммарная мощность будет равна P, вот это джоуля потери, ДВ по ДТ плюс интеграл по замкнутому контуру F, N по ДС, где P, сторонняя, суммарная мощность, суммарная мощность, P, суммарная мощность сторонних сил S, P, S, T, находящихся в объеме, в объеме В. Интеграл по замкнутому контуру это от F, ДС, поток энергии тромагнитного поля через замкнутый, который ограничивает объем В, энергии тромагнитного поля, который единицу времени в виде потока излучается за пределы объема, объема Э. Таким образом, физическая сущность уравнения энергетического баланса в интегральной форме в случае присутствия сторонних сил такова мощность сторонних сил, которые сосредоточены на ограниченном объеме В, расходятся на покрытии джоулевых потерь P, на нагрев этого объема, накопление энергии поля в этом объеме, и компенсацию излучаемой энергии за пределы этого объема, потока векторовного потенга, это F, ДС. Это уравнение аналогично энергетическому балансу дифференциальной форме, которое мы раньше рассматривали, только оно имеет локальное воздействие, то есть относительно относится к каждой точке в области определения поля. В случае гармонических электромагнитных полей уравнение энергетического баланса составляют для средних за период t значений параметров электромагнитного поля, определяемые в соответствии со следующим алгоритмом. F средняя будет равна единица на t, интеграл от 0 до t, F, T, P, D, T. То есть определение в среднем. В данном классе электромагнитный полей все векторные величины являются комплексными, а следует для расчета энергетических характеристик вектора уходинга мощности джоулевых потерь мощности сторонних сил удельных энергий электрического и магнитного полей необходимо использовать только действительные части соответствующих комплексных векторов. Достаточно просто доказать, что среди значений за период скалярного и векторного произведения действительных частей этих комплексных векторов A и B можно выразить в виде следующего выражения. Можно выразить в виде следующего выражения. Вот оно. Это составляющая, реал, это активная составляющая на R произведения A и B. Вот здесь эти выражения, вот они показывают, что это можно. Где A и B кобличные сопряженные векторы относительно вектора A и B. Это упрощает теоретические расчеты средних за период значений энергетических характеристик гармонических электромагнитных полей, в определении которых везде задействованы операции скалярного и векторного умножения умножения вектора. Поток поток энергии в стационарном электрическом поле. Предположим, что вдоль бесконечного цилиндрического провода радиуса А течет постоянный электрический ток силы И. Зададимся целью определить вектор умного потенга в произвольной форме точки М, расположенной на поверхности провода согласно выражениям F равно C деленное на 4P умноженное на векторное произведение E на H. Следовательно, для определения этого вектора необходимо определиться с напряженностью электрического поля на поверхности цилиндрического проводника. Напряженность напряженность H магнитного поля найдем воспользовавшись законом полного тока. Совершенно очевидно, что линии напряженности имеют в этом случае вид концентрический кругл с центрами расположенными на оси провода. Сам вектор напряженности H направлен вдоль касательных линий напряженности имеет постоянное значение на этих линиях, о чем мы говорили раньше. Вычислен циркуляцию магнитного поля вдоль контура концентрической окружности произвольного радиуса R больше А. Она равняется интегралу по замкнутому контуру L DHL на DL и расписывается в виде следующего выражения 4P и деревянную на С. Отсюда напряженность магнитного поля в точках контура записывается в виде H 2I деленный на С умноженный на R С постоянным или в векторной форме будет равным H равным 2I С на R на L L это геничный вектор в направлении касательной линии контура. Векторическое поле внутри проводника однородное и определяется по закону Ома. в дифференциальной форме E равно I деленное на гамма на I то есть единица на гамма на I то есть это единица на гамма это проводимость или вот это обратная вершина угельное сопротивление умноженная и плотность тока или же равно I деленное на 4 на π А квадрат на гамма где I плотность тока внутри провода гамма удельная электрическая проводимость проводника Z единичный вектор направления протекания тока таким образом в точке на поверхности проводника R равна вектор умного поддинга определяется выражение F вектор умного поддинга будет равен скалярному вектору произведению вектора магнитной напряженности магнитного поля умноженное на вектор напряженности электрического поля или это расписывается в следующем выражении I квадрат 2P квадрат A квадрат на гамма умноженное на R R это что R нулевое единичный вектор радиального направления от проводника к его поверхности полученный результат показывает что вектор умного поддинга имеет направление противоположное радиальному то есть вектор F направлен от поверхности провода к его оси и так вполне очевидно вывод что о том что энергия внешнего поля поступает в провод в виде потока из внешней среды в свою очередь это пространство в это пространство очевидно должен поступать из тех участков провода в которых выполняется работа сторонними силами определим мощность P которая вносится в провод на некотором его отрезке дельта Z в виде потока векторового потенка через боковую поверхность этого отрезка проводов P будет равно и квадрат на H и квадрат